В предыдущей серии я повидался с Клыком и наведался в Припять, где встретил Болотного Доктора и Сяка. От Сяка я получил целый комплекс заданий, которые я сегодня и буду разгребать. Кроме того, на сегодняшнюю серию у меня в планах сдать несколько заданий, которые висят уже на протяжении долгого времени. По традиции желаю приятного аппетита всем, кто ест, пьет, а также приятного просмотра. Так, ну, начало в принципе в сталкерском стиле, чил сил в костер, ну и как бы все, что тут комментировать. Огненный Долговец, о нем будут славять легенды. Короче, оказывается. Я в прошлой серии задраконил собаку Доктора, я не знал, честно, мне даже в голову эта мысль не пришла, что это могла быть собака Доктора. И на фоне там в радио сейчас играет очень грустная музыка, но вы ее, наверное, не услышите. В общем-то, что? Сказали то, что код от Варлаба или же Х-25, кстати, смотрите, оказывается, тут какие-то погоны есть, лол. Давайте еще посмотрим на эту грозу, что нам дал Воронин. Ну, такая вот гроза с глушителем и прицелом. Можно даже походить, попробовать. Ну, так вот. Сказали то, что Сяк мне предоставит коды от всех этих лабораторий ваших всяких, да? Также написали, как работает трансмутатор, мне все-таки нужно будет пойти искать аномалии. Вот. Ну и чем я сейчас, наверное, займусь? Наверное, сейчас пойду варить артефакты и параллельно схожу к Сидору. Мне нужно отдать или забрать. Я уже забыл по поводу квеста, Сяка, что-то. Я не помню. По-моему, все-таки забрать или отдать. Ладно, неважно. Главное, что нужно сходить к Сидору. У меня уже 119 сладостей. Как вам? А что по патронам, кстати? Я чуть давно не чекал количество своих патронов. 5,45. Так вот это мы все складываем. 7000 у меня уже, слушайте. Скоро десяточка тут будет. Когда-нибудь. Так, в общем-то, берем все наши выверты, которые у нас есть. Где? Я тоже планирую сегодня сдать этот квест. Где мои выверты? А, нет, я их уже взял. Так, давайте посмотрим, что нам нужно еще раз для бенгальского огня и для двух вывертов заранее, чтобы все это сварить. Значит, бенгальский огонь из трамплина. То есть нам нужен трамплин, все ингредиенты для бенгальского огня у меня с собой. Теперь нужно посмотреть, как я могу сделать себе новые выверты. Так, у меня только есть выверт из холодца. Для этого мне нужно, получается, ну, считай, 2 хвоста собаки, 2 тушенки, 2 бинта и 2 головы тушкана для выверта. Ну что ж, это даже еще проще. Хотя бы артефакты не нужно расходовать. Значит, берем 2 головы тушкана, 2 хвоста собаки, 2 бинта, кстати, ну, придется покупать. И еще 2 тушенки. Тушеночка у меня имеется, тушеночка имеется, тушеночка на месте, ну и зашибись. Так, ну и пойдем купим бинты. Ну и, собственно, двинем в сторону кордона. По пути, я думаю, я по-любому найду грави. Ой, тьфу, какой, почему я все время хочу сказать грави? Трамплин и холодец. Так, слышь, бармин, иди сюда. Разговоры есть, только ствол спрячь. Так, нет, колбаса мне нужна. Давай хлеб поедим. Жив еще, ну и отлично. Так, по 100 рублей покупает бинты, точнее, продает очень хорошо. Что ж, погнали. А, ну вот, собственно, смотрите, и кисель. Так, и тут у меня пёса ругается. Пёса, чё ругаешься, ё-моё? Уйди отсюда нафиг. Ой, братки пришли. Ой, короче, чё церемониться? Вас, в принципе, и с вала можно загасить вполне. Классика жанра, выпал только один хвост. Так, ты там заткнись, пожалуйста. Вот бы еще трамплин где-то рядом был, да? Было бы неплохо. Хотя, может, он и есть рядом где-то, а я не знаю об этом. Так, ну что ж, врубаем трансмутатор. То есть я должен находиться рядом. Вот, вот, всё, у меня ловит аномалию. Видите, аномалия холодец. То есть я должен был находиться рядом с аномалией. Итак, давайте еще раз посмотрим, в каком порядке мне нужно все это выкладывать. Сначала хвост, потом тушенка, потом бинт, потом голова. Понял. Трансмутатор. Так, сначала хвост, бинт, тушенка и голова. Вроде бы всё, запуск. Так, и что? Ну, видимо, нужно ждать, потому что, ну да, в принципе, от чего я ожидал. И давай сразу, я могу два артефакта в одной аномалии трансмутировать. Давай попробуем. Значит, еще один хвост, колбаса, бинт. Ой, какая колбаса, подожди. Бинт, тушенка и голова придурка. Где она? Она, по-моему, в самом конце была. Да, херак, запуск. Всё, трансмутация идёт. Я, наверное, не буду уходить, я постою по АФК. Что сколько она там идёт? 5-10 минут игровых. Ну, это изи, в принципе. Итак, мой первый артефакт уже изготовлен. Блин, что-то по поводу второго пока нет вестей. Ладно, давай пока что этот заберём и ждём второй. Ну, в принципе, да, там уже разброс 10 минут. Опа, как вылетел. Всё, второй выверт у нас есть, пацаны. Но давайте, наверное, пока что чуть позже сдадим, раз уж я намылился на кордон. А хотя, по-моему, фляжка Петренко, она на свалке, мне сказали. Вот, поэтому будет по пути, если я сейчас дам все необходимые приколы этому мудаку в баре учёному. Так, посмотрим, что там ему надо. 10 микросхем и 5 вывертов. А, и 50 тысяч, блин, а 50 тысяч у меня сейчас не найдётся. Но если я, конечно, сейчас что-то попродаю, то найдётся, а так, в принципе, и не найдётся. Купец. Ну, ладно, сейчас что-нибудь решим. У меня, в принципе, довольно-таки много чего можно на продажу сбагрить. Сказали, кстати, то, что детектор, который у меня тут валяется, вот этот универсальный детектор аномалии, 100 тысяч рублей стоит, он мне не нужен. Его можно спокойно продать. Вот это, кстати, тоже, наверное, можно продать. Ну, хотя, нет, не буду ручаться. Мало ли, кому-то детектор аномалии пригодится. Ммм, так, что ещё? Да, в принципе, всё. Я могу лишь один этот универсальный детектор продать Я правда не знаю, кто мне его купит Купит или бармен, или Петренко Надеюсь, конечно же, что купит Хотя бы за 50 тысяч готов половину цены скинуть Пожалуйста, друг, купи детектор 83200, да пойдет все Отлично, 50 тысяч у нас есть Сейчас сходим за микросхемами, сходим за сладостями Гарику Ну и, собственно, наконец-таки сдадим этот драный квест Который висит у меня уже хрен знает с какой серии Кстати, вы знали то, что мы побили рекорд на канале Теперь на канале сейчас самое длинное прохождение Это народная солянка Путь человека, по-моему, прошел за 32 серии Или за 33, я точно не помню А вот это вот уже 34-я сейчас записывается Так что, поздравляю Кого? Не знаю 56 гранат у меня вот этих, зачем? А где микросхемы, епта? Ребята, а я микросхемы потерял Не, я уверен, они среди всего этого говна Но где? Челы, МБ я тупой, но я реально не вижу их А, вот они, нашел Так, давай Все, наконец-то, принести микросхемы долговязому Я думал, я уже никогда не увижу этот текст А, сладости забыл, ну придурок Привет, пропускай, друг Проходи и стоит Сказал нормально Так, здорово, чмо Здороваться не буду, потому что не с кем Вот, забирай Отлично, но фляжки у меня нет Э, нет, топить в том дерьме, откуда микросхемы доставало тебя не буду Это слишком просто Я, пожалуй, укорочу тебе тот орган, за который ты держишься Когда то заведение по малой нужде посещаешь Чтобы запомнил надолго Если только у тебя вообще этот орган есть Ну-ну, орган есть, не кипятись Тот сталк, у которого фляжка была Он очень непростой Я тебе так скажу Зашел в бар, о чем-то перетер с барменом Лицо его никто не видел Оно было вскрыто повязкой Опасный был мужик, я тебе говорю Очень опасный Что-то от него такое исходило Казалось, что на мозг давит Фляжка эта при нем была Бармен в нее еще спирта нацедил Бармен обмылся потом Что это его старый знакомый Диггер Кличка у него, дядя Вася Двинул он потом на свалку Так что спрашиваю прапора на блокпосте Оу, щет, понятно А что прапору там надо будет 20 микросхем и 10 вывертов Ну, ладно Здоровые командиры, ездельцы Касается, между прочим, твоего непосредственного начальника Аж самого полковника Петренко Ты улавливаешь суть? Я тебя сейчас так улавлю Прикладом промеж глаз Что ты сам будешь потом улавливать Остатки здоровья в своем чахлом организме Носит тебя нелегкая туда-сюда Зачастил что-то ты через блокпост Говори давай Не тянись крепача за смычок Через твой блокпост Должен был проходить один мужик С повязкой на лице Одетый в бандитский плащ Помнишь такого? Очень мне нужен этот незнакомец И, кстати, Петренко он тоже нужен А точнее то, что этот мужичок при себе таскает Большего сказать не могу И этого достаточно Поверь, дело пахнет большой премией От оказавшего лично тебе высокое доверие Твоего же командования Вот ты о ком Да, был здесь такой подозрительный тип Опасный тип Очень опасный Бойцы видели, как он копался в мусорных кучах Да, очень опасный Ты представляешь Туда ни за какие премии никого не загонишь А он там что-то искал, видимо И ты знаешь, что я еще вспомнил Его собаки местные не трогали почему-то Он мимо их логово ходил, как на прогулке Ни одна шавка не пискнула Не знаю, что у тебя к нему задело И зачем тебя Петренко отправил Но будь предельно аккуратен и осторожен Здесь он где-то Понятно Сказали, короче, на какой-то из куч мусора Его труп будет Ну, его типа убили, видимо Либо загрызли и херзали Но сейчас все кучи проверим Так, ну тут я никаких трупов не вижу Так что, вероятнее всего Это не та куча Мне сказали на какой Но я просто чел Ну, я не могу все упомнить Учитывая то, что солянка выходит через день Я тупо забываю, что там в комментариях Так, ну что-то на этой куче его тоже нет Она какой, на той, что ли? А, нет, подожди Я только что видел какой-то труп Ооо, серометка на карте Так, так, так Ща помацаем Ты где? Ты под землей, что ли? Лол Лол Смотрите, что тут есть Ля Обожаю новые места Так, ну давай Нам нужно сюда, типа, забраться И затем вот тут спуститься Нет, не спуститься Подожди, а что делать? А, ну вот так вот Слушайте, круто Логовая диггера Классненько Нихера он тут себе, конечно Царство подземное запилил Ого Это что такое? Кукла инопланетянка? Инопланетянка Ладно, залазим Капец, конечно Он тут крючится, наверное Каждый раз, когда сюда залазит Ну и вот, собственно Его жилище Да Я бы на самом деле не рисковал тут жить Потому что в любом момент Мне кажется, может что-то свалится на меня Хотя, может я не шарю А я могу сюда забраться? Видимо нет Или да, подожди Ну лестница вроде рабочая Но вот, опа Забрался рил А что если дальше пройду? Опа 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 Пацаны Тайные секреты пасхалки Два говна здесь Проб говно Круто А, ну и все Как бы тупик Он, наверное, сюда в туалет ходит Так, ну лады Давай обыскивать его логово Тут Ладно, тут нечего обыскивать Нужно его обыскать Собственно Вот она фляжка Петренко Наконец-таки Ну и ПМЧ у него тут был Диггер дядя Вася Че, подожди Только это контролер Не может быть Пусть меня зона сожрет Если вру Опа А это че за дырень? Ну-ка, ну-ка Че тут у нас? Так А вот это уже поинтереснее Чуваки, кстати Вдруг я тут что-то найду Ящичек Лутать могу, но он пустой Водка казаки Хмм Интересненько Ну и все Больше тут ничего нету Как я понял Есть ли смысл тут Какие-то инычки искать Хз Может быть тут что-то и заныкано Но я не улавливаю Ладно Ну это интересно Прикольно Что ж, покидаем данную местность И идем на кордон Я на кордоне Но пока еще не у Сидоровича Потому что Нифига себе Смотри Гриб катается Прикольно Я ищу трамплины По-моему они должны быть где-то здесь Если я не ошибаюсь Он тут только почему-то Пока что я электро вижу Опа Вот он трамплин Так, подошел поближе Все, отлично Улавливает Так, давай чекать Что тут нам нужно Хвост, колбаса, бинт, капля Понял Хвост, колбаса, бинт, капля Запуск Все Сколько ждать? 5-10 минут Ну ждем О, блин Боже, я испугался Подождать мне тут не дадут Это уж точно Он тут стреляет С какого-то жесткого оружия С каких-то пор В деревне новичков Какие-то такие жесткие стволы Стали появляться Там под мостом какой-то рубило У меня даже интересно С чего это палят А, это тут братья Все еще сидит Петруха, Толик и Гена Зябкий Все еще они тут сидят втроем Я вас отожму Стреляли Но этот с Тозика, понятно А ты с чего с обреза А ты с чем? А ты с говном, понял Ладно Я думал, он тут что-то серьезное О, бенгальский огонь Тем временем уже доделался И дожидается меня Около аномалии Супер У меня, кстати, в деревне новичков Тайник есть Надо будет заглянуть Так, ну и собственно Вот он, бенгальский огонек И наконец-таки Принести 15 артов к кресту Но перед тем, как мы пойдем к кресту Я, естественно, загляну в нычку И заберу бизончики Потому что нам еще нужны бизончики По его следующему же квесту И чтобы не бегать туда-сюда Я ему сразу сдам эти бизоны Так, сначала тайник Тайник мне намного интереснее Если честно, чем сидр Сидр тебе хабар просто так не даст А в тайнике может что-то годное попаться И момент истины Пф, серьезно? Это какой-то троллинг, пацаны Только что я варил бенгальский огонь А в тайнике тут был как бы еще один Понятно Не, ну я не то чтобы расстроен Это просто, блин, троллинг какой-то Бенгальский огонь Так-то ну че Я на него мало ресурсов затратил Пофиг абсолютно Кук, все сидишь, ряху нажрал На танке не объедешь Глистову выведи И у тебя такая же будет С чем пришел? Сяк тебе артефакт редкий присылал Не знаю какой В ящике запечатан Взамен ты ему кое-какие инструменты обещал Да, он связывался по рации Держи ящик, смотри, не упади Хе-хе-хе Че там за ящик с инструментами Ёптвы, мид, 15 кг Ну ладно, в принципе пофиг Блин, я вспомнил мне еще в темную долину Сегодня кондехать Эх, не очень люблю темную долину Но ладно Как-нибудь переживу Так, но сначала я все-таки пойду в бар Возьму бизона И сходим к кресту А потом уже и темная долина Так, я взял бизон И сложил все лишнее И давайте пока мы в баре Заглянем к Петренко Сдадим ему наконец-таки квест Который у меня тоже уже давненько висит Но в принципе это можно отнести все к этому квесту Но зато сейчас мы избавимся и от второго квеста Который тоже давненько висит Ну и про креста, если что Здорово Уф, долговязый оказался еще тот куркуль Или куркуль Я не знаю просто что это за слово Долго юлил Скользкий тип Что, не рассказал ничего? Рассказал Только, млядь, денег содрал Арт забрал Да еще и в дерьме заставил ковыряться Паразит Надо было его вообще замочить Да народу в баре много Вот, посмотри, твоя А, вот она, ласточка Ну, спасибки Что касается награды То, что больше всего любят сталкеры Такие бродяги, как ты Правильно Артефакты и деньги Поэтому это и получи И то, и другое Панцирь, говно Ну, и 30 тысяч Ну, спасибо хоть за 30 тысяч Ну, панцирь, конечно, та еще какуля Че ты? Слушаю тебя О, какой-то капитан Иванцов Подбежал ко мне Только все останется между нами Сможешь передать одну вещь скряге? Недалеко, в принципе, смотаюсь А че такое? 6Г Предтесту живый Послушай, ты много где мотаешься Может найдешь не одну вещь Что за вещь? Не боись, не обижу Будет тебе за это винторез уникальный Без износа А, вот про какой винторез мне говорили Журнальчик мне нужен Плейбой Не думаю, не из-за теток Просто я туда один рецептик записал Очень мне нужный А на днях с Илысом посидели Утомились от водки Проснулся я А журнальчик это и нет Помню только, что я на весь бар Теток оттуда расхваливал Вот кто-то из коммунии сделал Там на обложке Три очаровательные брюнеточки Ну как? Нифига себе За 6 голых сисек винторез Ты Иванцов маньяк Не иначе Ладно, попадется Постараюсь принести А сказали то, что этот плейбой Как раз таки В, ну Тех лабах Кот от которых Мне даст сяк Вот так вот пацаны А что за вещь он хочет Чтобы я передал Я не понял Где она вообще? Хер знает Не вижу Что-то он мне дал Но я не вижу что Надеюсь это не взрывчатка Ладно Надеюсь я правильно сделал Тож согласился Вдруг там реально Что-то что убьет Скрягу Ну я вообще не был осведомлен Ну в курсе этого квеста Хотя может кто-то и писал Но я не видел Ладно в общем-то Нам куда? Нам в забытый лес Через свалку Поэтому поехали А может сначала в темную долину все-таки? Из темной долины тоже есть переход в забытый лес А давайте так и сделаем Тут даже ближе есть еще будет Поэтому сейчас мы пойдем в темную долину Увидимся я думаю уже там Так а что мне надо-то? Сейчас узнаем Подожди через канал Войдем А компуктер и видеорацию Воронина Понял-понял Найти на базе Борова секретную комнату Ну сейчас поищем Кстати Знаете что вспомнил? Помните там комната Где Ну в нее нужно еще прыгать В окно Как бы да В нее можно войти только через окно Там всякие приборы стояли Может быть там? Ну я обязательно проверю это место тоже Так я сумел короче Увельнуть от бандитов Правда одного все-таки пришлось завалить В общем-то вот эта комната Здесь у нас лежит компьютер И какая-то записная книжка Давайте прочтем ее Блоктон записка для Борова Боров Прива Заглазастил твою маляву Нюх меня не подвел Базаривая тогда в твой огород Что треба было Развести долгосов тех А ты мля Не въехал в мой базар Хотя есть Хотя есть трюма поддался Короче Трюм ввести не буду Раз ты гутарил в мою фотографию Забираю эту видеорацию И рисую подошвы с базы Хреновину твою Припрячу на армейских складах В деревне В одной из хибар Если потребуется Отправишь шестерок своих Принесут С уважухой твой корифан Киркор Филиппов Лол Филипп Киркоров Киркор Филиппов Круто, спасибо Что за отсылочки-то непонятные Такие Не, ну я поржал, ладно Ой, там еще один бандит Так, хочу кушать Ну, собственно Как мне отсюда-то свалить по-быстрому Ой, интересно Я могу? Ладно, не могу Так, иди отсюда Усвободи проход Мне нужно ливнуть отсюда Что ж Нужное на базе бандитов мы нашли Теперь спускаемся в лабораторию Икс-18 И ищем дипломат Для сяка О! Ой, я чуть не прошел Блин, сквозь эту хрень И, блин, я забыл Тоже артефакты надо сложить А куда? Я могу сюда выкинуть? Эээ Да идите нахер Я в лифт просто вошел Вы рофлите Короче, я попробую их вот тут выкинуть И потом за ними вернусь Эээ Детектор голограммы На всякий случай тоже выкину Ля, смотрите Куландайк артефактов Тупо мой Вот этот вообще самый красивый тут А, блин Блин И я сохранился, да? Я забыл еще выложить артефакты Которые Кресту подготовил Ладно, попытка номер два Все, я на всякий случай Вообще все артефакты выложил Кстати, нашел У одном из трупов бандитов Две черные энергии Просто в одном трупе Так, а ну-ка Куда? Давайте в общий Куландайк Блин, какая красота, да? Вы посмотрите Просто, ну блин Это очень красиво Ладно Так, сохраняемся И все, вроде я артефакты не потерял Поэтому быстренько спускаемся На нижний уровень Именно там находится То, что нужно сяку Я, кстати, когда еще в баре был Пополнил запас дроби Потому что она у меня уже кончалась Так, что-то я не туда иду Тут где-то еще контролер Но, в принципе, это не страшно Так, где-то тут должен быть дипломат этот Ну, только что-то как-то я не вижу А может в другом месте? Нет, просто в лаборатории Х-18 Ладно А, во, вижу его Так Найс, все забрал Быстро оттекаем отсюда Я просто боюсь за свои артефакты Поэтому хочу быстрее ливнуть Иди нахер Идите нахер Тараканы, мыши Фу, фу, фу До связи Мне с вами не по пути Фух, все, сбежал из этого ада Артефакты на месте Слава тебе, господи Все мое Ха-ха-ха Вкуснотища Э, не, подожди Да Что это за троллинг? Так, ну это уже какой-то троллинг Я эти артефакты достать не могу Ладно Достану их тогда по-другому О, правда я задамажился Но ничего страшного Зато артефакты забрал Все, все на месте Чекаем Вот это одеваем, одеваем Одеваем, одеваем, одеваем Одеваем Одеваем, одеваем, одеваем Еще что-то забыл О, здравствуйте Чего у меня еще было? Шкура? О, шкура была, да Ну все, вроде все на месте Зашибись Так, на всякий случай Чтоб я там не потерял артефакты Я вот тут вот перейду Ну все, свои дела В темной долине я закончил Теперь идем на неразведанную землю Ой, точнее в забытый лес Я путаю эти локации И сдаем квесты к кресту Итак, здравствуйте Здорово, Жирнич Привет, принес, что ты просил Чуть в карусель не попал Из-за твоих артов Держи Вообще-то таскать столько артов Вредно для здоровья Молодец, спасибо А насчет здоровья Судя по твоему поислу Из 14 артов Ты уже давно импот... Ну, в общем, здоровьем не пышешь Вот награда Эй, я вот сейчас на тебе Свою импотенцию проверю Ааа, почему? Почему у них такие кринжовые диалоги? Помните самый первый диалог с крестом? И сейчас вот это вот Аааа Ползоны здороваться перестану За награду, спасибо Ладно, не буши Верю, что ты еще можешь Пальцем на суку ковырять Понятно, дал мне симбион и панцирь Привет Вау, опять герой зоны меня посетил Есть работенка для тебя Тут такое дело Вояки озверели Вчера меня прессанули на 40 тысяч Но я ей дала Что мне оставалось делать? Надо их наказать Наказать? Военных? Ты хоть представляешь последствия? Я ведь не киллер Нет Убивать никого не придется Сможешь отобрать у них аномальные пушки Мне нужно 6 бизонов Они нормально расходятся Ага Значит я подхожу к ним и говорю Ребятки, мне нужно 6 ваших аномальных пушек И они с радостью мне их отдают Мои деньги и предложения решать тебе Согласишься? Буду ждать тебя Как взвод голодных дембелей молодую девушку Да Блин, 6? А я думаю 4 почему-то Мне наверное писали 6 тоже Да, я 4 взял, придурок Не, ну ладно У меня есть еще 2 Ну просто блин Таскаться туда-сюда Ну ладно Как мы сейчас поступим? Я наверное пойду сейчас на армейские склады Там попробую найти тайник циклопа Который мне дали в качестве награды И попробую Ну так же передам все вещи скряги От долговца и от всяка Найду недостающую часть по квесту Воронина Приколюху Ну и собственно вернусь в бар Сдам сразу 2 квеста у Воронина и у того долговца И забегу в тайник Возьму бизон и вернусь сюда И сдам Ну да, наверное так и поступим Погнали Бегу-бегу в деревню Что это такое? А, понял Кстати говоря Джокер Я тебя вспомнил Говорили то, что нужно поговорить с братом Как его я забыл? Архары? Как его? А, Якут, вот И он даст мне квест Ну начнется квестовая линия собственно с призраком Мне это пишут на протяжении нескольких серий Челы, я с самого начала это читал Понял приемных сведений Кстати, нашел вот такую вот приколюху Просто пока что мне не до этого было Но сейчас, если я буду рядом проходить Я поговорю Так, ну а Для завершения квеста Воронина Искать мне нужно Недостающую вещь Где-то здесь В деревне Где-то в домах Хер знает где Сейчас поищем Так, ребятки Около трактора Заприметил рюкзачок Не знаю Тайник это или нет Но, блин Я не помню Описание тайника, конечно Но, может быть, это оно Эээ Куда идешь? Тайник мой лутать Обойдешься Ля Видимо, да Это подарок от циклопа Костюм ученого-монолитовца Телепатия плюс 30 Радиация 65 Литрошок 60 Химожог 65 Ожог 65 Пулестойкость 30 Взрыв-разрыв Удар 30 35 35 Круто Ну и тут приколюхи В частности, огненная душа Ну, спасибо, циклопыч А что по этому А, ну, про переносимый вес Можете забыть Не, ну я, в принципе, не хотел менять Что? Мне и так нормально Так Где искать эту хрень? Я пока что-то не пойму Хера ему в сандалил Наверное, это было больно А, ну вот оно Найс заныкал Просто прям, ну, не найти О Понятно Я-то думаю, в чем подвох? А тут электрокровосос О, мне чел какой-то помогает А вы кто, пацаны? Военные? А что тут военные делают? Не, ну подожди С военными мне придется разобраться О, там сейчас кровосос с ними разберется Во веселье Наверное, тут уже обычного кровососа задраконили Я тогда его залутаю Мужики Не бейте Чего, убили электрокровососа или как? Хз, вроде не убили А вроде его не слышно, не видно Ладно Хрен с ним Ну, тут как обычно Так, ну что ж, все Больше мне тут делать нечего по факту Хотя нет, есть чего Нужно зайти к Якуту Ну и зайти, получается К Скряги У меня тут вернуться за наградой А, серьезно? Кто-то за меня уничтожил Мстителя Бешеного? Тот самый квест, который Я взял хер знает когда Который мне давался на игровой месяц Его кто-то выполнил за меня Ура, пацаны Зона живет тут Своими законами и приколами Так, а че, Костя мне нужен? Или нет С ним пока что вроде нет ничего Здорово, Якутыч Ну что, Якут Есть инфа по призраку? Ну как тебе сказать Кое-что нарыл Но он же, говорят Пропал в лаборатории ИХ-16 Может и пропал Да только некоторые думают иначе Есть одно место Может сходишь, посмотришь Катакомбы под Агропромом Знаешь? Так вот, предполагаю Что если он жив То мог где-то там схорониться Подземелье Агропрома? Говоришь? Ну ладно, схожу Хотя, если честно Не верится, что кто-то Захочет прятаться В обители кровососов Разве только сумасшедший Или безбашенный? Призрак же не тот, не другой Угу В подземелье Агропрома Дали наводку Ну что ж, я туда пойду Но когда не знаю Пока что не до призрака, честно Пока что есть другие цели Так, теперь заглянем к скряге А к кому возвращаться за награды? По-моему, к Лукашу Здорово Под задание А, в смысле? Блин Нет, это обман Это не уничтожен на самом деле Так, у него два новых диалога появилось Ребята на барьере говорили Что ты ищешь надежного человека Ищу Из архивных документов Выяснилось, что нашу базу И темную долину Соединяет старая заброшенная шахта Не надо объяснять Как для нас важен Такой тайный путь Учитывая нашу горячую дружбу с долгом Проблема в том Что входы в шахту завалены Мои хлопцы почти прорыли Ход с нашей базы из туннеля Но со стороны темной долины Вход оказался замурован Бетонной перемычкой А у наших разведчиков С собой не было взрывчатки Перемычка прочная Без динамита не обойтись Но с динамитом есть трудности В зоне он от любой ближайшей аномалии Может рвануть Я знаю, что нужный динамит Есть на агропроме У вояк в комплексе Он в стандартном ящике Но внутри защитный контейнер От непредвиденных срабатываний Этот динамит подрывается Дистанционно Специальным детонатором Детонаторы у меня есть Но только самодельные И не очень надежные К сожалению Так что Сможешь выкрасть этот динамит У вояк и взорвать перемычку Она находится во враге Что за автозаправкой Общее дело сделаем И тебе польза будет наверняка Только если возьмешься Проконтролируй Что перемычка разрушилась полностью Давай попробую Нихера он мне квесты выдал Получатый детонатор И пять штук Понял Ну что, главный анархист Есть у тебя еще какие-нибудь предложения? Само собой есть У некоторых военных Появились бронежилеты Нового образца Аааа Аааа Лечебный Берил Я добуду тебе этот броник Только я не помню У меня лечебный Берил остался в нычке Или нет Надеюсь, что остался Пакс кряга Здорова Здорова, наркоша Я думал, ты уже летаешь С вами полетишь Все начисто выкурили Сяк тебе бабло прислал Говорит, ты ему броник обещал Да, он связывался по рации Вот он Скат-10 Муха не сидела Только система выхода отходов брахлит Если обделаешься По уши в дерьме будешь Ха Забавно Привет, наргаш Что у тебя? Человечек из Долга, капитан Иванцов, передаёт привет и просит отсыпать ему полновесных, что? А, полновесных тугриков. Долг? Ёпте, бабки-то все любят. Давай этот вещь. Стальной кейс. Понял. Эээ, ладно, я думал, он сейчас взорвётся. А, это РГшка у меня была, я дурак. То есть, подожди, Долговец передал РГшку в свободе, а потом Воронин этот, кого-нибудь попросит выкрасть эту РГшку, да, я угадал? Ладно. Так, блин, лечебный берил, ну, сейчас я гляну в нычки, если он у меня окажется там, то... Но мне всё равно потом ещё к Сяку идти. Сегодня, кстати, какая-то большая серия получается, да? Мне всё равно ещё идти к Сяку, поэтому, если чё, я возьму с собой лечебный берил, захвачу и занесу Лукашу. Ну, а пока двигаем в бар. Итак, я в баре, для начала пойду к Долговцам. Хотя нет, для начала всё-таки чекну нычку, потому что любопытство меня раздирает, у меня остался берил или нет, и находил ли я его вообще. Потому что было это давно, и я уже позабыл. Так, и... Берил простой. Так, пацаны, у меня проблемы, у меня что-то нет, походу, берил лечебного, да? Да? Капец, а когда я его успел просрать? Или... Или я его не нашёл? Да, пацаны, беды, беды, чё тут ещё сказать? А куда я его делал, Рил? Возможно, я его всё-таки не залутал, хотя вряд ли. Я не мог его не залутать. Ладно. Пока что это будет тайна, покрытая мраком, так сказать. Так, здорово. А, нет, подожди, это Пличко, а мне нужен Иванцов. А где этот Иванцов? У Петренко сидит? Да вроде нет, но в тот раз, когда он был, он сюда бежал. А, у Костра он сидит. Обиженный. Чё, тебя обидели, что ли? Ну что, принёс я тебе кое-что? Не ори, давай так, чтобы никто не видел. Да мы у Костра вообще-то. Вот твои деньги. Ок, доставай свой на ладоник, пиши рецепт. Понятно. Новый арт-мод. А, понятно, говно очередное. Дал морской яш из... Морской яш, понял. Морской ёш из трамплина. Вот нахера мне морской ёш, спрашивается дневник сталкера. Круто. А, кстати, мне же на янтарь нужно будет ещё, помимо того, что лечебный берил, поискать. Сахаровым побазарить по поводу мёртвого учёного. Вспоминаю. Но пока что, ну, в этой серии точно не до Сахарова. В этой серии я тут выполняю квестики. Но, как мои погоны полковника уже готовы? Можно примерить? Можно, только где товар? Вот, забирай игрушки. Опа, удружил. Вместо погон возьмём лучше вот это. В бою больше пригодится. Изумруд, сопливый дикобраз. Ну, кстати, за сопливый дикобраз спасибо. Но каменный покруче, конечно. Так, ну, изумруд, говно артефакт. Спасибо, тоже очень приятно. Так, ну что ж, меня тут, в принципе, больше ничего не держит. Давай проверим по заданиям всяко, всё ли я сделал. Значит, деньги с кряги есть, дипломат есть, золотую рыбку ему ещё нужно и контейнер есть. Золотая рыбка у меня вроде бы была в нычке. Сейчас как раз-таки глянем и я скину всё лишнее. Так, вот этот костюмчик я скину, пожалуй. А, бизоны чуть не забыл, да. Бизоны нужно будет сейчас ещё занести товарищу. Ну, наверное, перед тем, как Сяку схожу, занесу. Всё, шесть бизонов есть. Это мы всё сбрасываем. Так, чекаем наличие золотой рыбки. Но она у меня вроде бы была. Вот она, золотая рыбка. Всё, всё есть для Сяка. Так, ну сначала всё-таки пойдём к кресту. Вот, принёсся бизоны, забирай голодный дембель. Поко цены они. Ну да ладно, какие уж принёс. Вот, обещанная награда. Поко цены. Да меня из-за них чуть чести не лишили. Надеюсь, что не лишили. Хотя вопрос сомнительный. Спас хунтер и батарейка. По-моему, сказали, спас хунтер, это самый лучший дрободан. Давайте сравним его с Тозиком. По точности проигрывает самую малость, по надёжности проигрывает не самую малость. По убойности проигрывает, по боевой скорострельности проигрывает. Ну и в чём прикол? Не, на самом деле по убойности он не очень проигрывает. И учитывая то, что смотрите, Тоз по факту это, ну там чисто два патрона вмещается и всё. И перезарядка, а тут восемь. И как-то побыстрее, пошустрее всё это будет. Но я думаю всё-таки, ну со спас хунтером походим пока что. Ну чисто хотя бы для разнообразия чекнуть, что он вообще из себя представляет. Так, ты что заряжаешь? Иди вот дробь мне заряди нормальную. Понятно, зарядил говном всяким. Всё, ну что ж, потом протестим этот дробовик. Теперь мой путь и лежит только косяку. Больше мне в принципе пока что некуда. А чё там по поводу задания Болотного Доктора? Ага, ага, а нужно обсарить шахту. Ну, в шахту мы пойдём по заданию Лукаша. Уже, я думаю, в следующей серии. Поэтому пока что Болотный Доктор со своим заданием подождёт. Увидимся уже усяка. Зацените, кстати, ДК Энергетик полностью заселили одиночки. Самые разные там опытные, неопытные и так далее мастера. Прикольно очень. Чё по рангам? Я всё ещё не в ранге. А сколько у меня ранг сейчас? Данные 4270. То есть я должен был уйти вместо Георга Узела на восьмом месте. Понятненько. Обидно, что ранг не работает, блин. Ку. Есть полезная информация. Сколько ты хочешь? 15 тысяч рублей. Ну, нет, друг, спасибо. Так, ты мне не нужен. Сяк, здравствуй. Я тебе столько всего принёс. Ёпта, сколько у меня с ним диалогов. Ну, давай начнём с первого. Со всем уважением. Есть золотая рыбка. Давай-давай, посмотрим, отличается или нет. Держи. Доставай свой ПТА, подключайся. Я качну тебе рецептик. Привет, Сяк. Принёс ей инструменты. Отлично. За такую работу, вот, возьми пару хороших артов. Потом буду только на продажу, учти. Ладно, забирай свой ящик. Батарейка, батарейка. Ух, тяжёлая. Есть куда рецептик записать? Вот он, на экране моего ПТА. Если понадобится спрятать что-либо, или там антипогода укрыться, пользуйся небольшим убежием, которое находится напротив поворота на Припять. Код к внешней двери 128-797-5. Опа. Вот это интересно, кстати. Прикольно. Находится напротив поворота на Припять. Подожди, это и есть код в лабу? Или чё, я не пойму? Ну ладно, допустим. Ну ты молодец, Сяк. Дипломатик принести, блин. Еле нашёл. Где его учёные бросили? Ну, если бы сам знал. Ладно, проехали, забирай. Вот, спасибо, запиши очередной рецепт. Принёс я броник, просто супер. Давай сюда, держи. Да, хорош, зараза. Посмотрю, что с ним. Пока рецептик получи. Ну и всё, вроде бы новых диалогов с ним нету. Пока что Сяк у нас отдыхает. Блин, как я счастлив выполнил все задания эти? Так, хлебушек. Ну и давай посмотрим, что он мне там накачал. Батарейка из жарки. Такое себе душа из воронки. Знаю, ладно. Золотая рыбка из электро. Тоже такое себе. Мамины бусы из карусели. Ну, короче, какие-то рецепты мне накачал всякие. Не думаю, что они мне нужны. Ну и две батарейки вручил. Или три. Ладно. В общем-то, что? Ну, как я понимаю, убежище напротив поворота в Припять. Вот он. Поворот в Припять. И вот он убежище, как я полагаю. Тут, кстати, тайничек надо будет потом чекнуть. То есть, скорее всего, это и есть код в лабы. Если я не прав, поправьте в комментариях. Если это действительно код в лабы, то в следующей серии мы наконец-таки отправимся вот сюда. Вот сюда, в Варлаб. Варлаб, это, как я понял, и есть лаборатория Х25, да? Или нет? Я просто до сих пор не понял, Рил. Кто-то в комментариях мне написал, но я все перепутал и забыл. Вы же знаете, у меня память как у рыбы. Ладно, чуваки. Большое спасибо всем за просмотр данной серии. Надеюсь, она вам понравилась. Я думаю, она вышла более чем объемной и полезной, наверное. Потому что сделали мы сегодня многое. Если вам понравилась данная серия, не забывайте ставить лайки. Подписывайтесь на мой канал, прожимайте колокольчик, если вы тут впервые. Вступайте в мою группу ВКонтакте. Ссылка на лист в описании. Нужно добить 100 тысяч. Ну и также в описании есть ссылка на плейлист с этим прохождением. В случае, если вы пропустили какую-то серию или что-то забыли. Большое еще раз спасибо всем и пока. Субтитры сделал DimaTorzok